Всем большой привет! У меня сейчас цветет несколько моих эквестрисов. Кто-то доцветает, кто-то в середине своего пути, кто-то в самом начале. И хочу на примере имеющихся сейчас в цвету показать, насколько разными по размеру могут быть цветы. Итак, это у нас Фаленопсис Эквестрис Альбинсис. В кадре появляется один из героев роликов про размер и линейка. Так, и у нас три с половиной сантиметра. К сожалению, прям не приложишь, не приложишь, но вот так вот получается три. Если расправить лепестки, то будет три с половиной, если мерить по нижним, то тоже три. Очень хорошая губа, очень она такая широкая лопаточка. Мне очень нравится и очень нравится, конечно, цвет и переход на этой губе. Вот смотрите, какая шикарная красота. И есть Альба. Это ее первое цветение, молодая Альба. Так, вот она в кадре. И видите, насколько этот цветок крупнее. Давайте отставим. И так. Угу. Вот такая она маленькая. Давайте так. Ох. Да, вот так вот. Разные ракурсы съемки. Бывает тяжело поймать правильно свет и постоянно приходится менять настройки. Так, тут у нас... Ну, раз, два с половиной. Два с половиной и лепесточки достаточно распластанные. И вот, казалось бы, пол сантиметра разницы, но в живую... Так, вот этот цветок смотрится гораздо, гораздо крупнее, чем вот этот. Это еще, конечно, обусловлено формой, потому что у Альбенсиса, у этого более вытянутый лепесток в длину и он уже. А вот у Альбы получается хоть и классическая форма, но более пузатенький. Так. Теперь тоже молодое растение, но судя по картине, это его второй цветонос. У меня первый. Такая уже длинная палка да цветалка. Так. Вот такой прекрасный товарищ. И у него 2,7 или 2. Съезжает. 2,8 даже. Но опять-таки у него форма более, видите, вытянутая и узкая. Но... Так. Подъезжаем теперь все поближе. Так. Вот так, видите, как свет играет. Я его выставила на центр кадра. Если уходит куда-то в другую сторону, сразу получается засвет. Вот, рядышком. Насколько белый смотрится крупнее своего соседа. Этому мы намерили 3. Ну, у него побольше у него. Ну, пусть не 3,5, но 3,2. Но смотрится, честно, он вообще огромным. Я на него когда посмотрела, думаю, блин, 3,5 может даже больше. Это иллюзия белого цвета. И вот смотрите, какой миниатюрой. Хотя у него 2,8 сантиметра. Кажется розовый. Также еще большую роль в этом играет, видите, форма губы. Тоже. И то, насколько задние лепестки отставлены назад. Задние назад. Так. Вот это тоже играет роль. И вот настолько, собственно, визуально разница в размере. Хотя, по сути, по сантиметрам уже и не такая большая разница. И есть... Иди сюда. Тоже доцветашкин мой. Вот такой. Вот он, фокус. Пилоричный красавчик. Давайте. У пилорики, кстати, тяжело мерить, потому что у них... Ну, смотрите. Загнутые внутри лепестки. И поэтому получается 2,5. Если лепестки отогнуть, ну, где-то 2,8, наверное, они будут. Отцепляйтесь, пожалуйста. И вот сравниваем. Вот этот, кажется, крупнее. Но он и есть чуть-чуть крупнее, да? 2,8, 2,5. Но так они, в принципе, практически одинаковые. И вот этот вот на вид просто гигант. Гигант гигантский. Да? Хотя, опять-таки, в сантиметрах небольшая разница цветоносами, чтобы ничего не сломать. И отодвигаем гиганта. Возьмем сейчас опять альбом. Просто, опять-таки, цветочек маленький. Знаете, когда вот у вас цветок диаметром 5 больше сантиметров, то, в принципе, вот эти полсантиметра или несколько миллиметров теряются. Так, вот. А когда цветочки такие маленькие, то здесь каждый миллиметр на счету. Вот. Вот такие вот дела. Вот такое вот сравнение. На самом деле, если у вас куртина уже достаточно большая и взрослая, вот смотрите. Тут очень молодая и достаточно компактная. Тут тоже молодая. Но вот видно, уже по заделу она будет побольше предыдущей. Вот это будет как первое. Будет достаточно компактное растение тоже. А вот тут такой лосик. Мой любимый лосик. Новый, не так давно купленный, с рук. И вот когда лосик разрастается, то он дает очень красивые крупные цветы на самом деле. И ваше домашнее растение может, конечно, не вырасти в такого лосика, потому что оно изначально генами заложено более мелкий размерчик. Но чем дольше оно у вас, чем оно старше, чем оно раскормленнее, чем больше у него зеленой массы, чем лучше вы за ним ухаживаете, тем цветок становится крупнее. Плюс еще на примере вот этого расскажу. Когда он у вас уже долго цветет, цветок начинает мельчать, мельчать, мельчать. Цветок начинает мельчать. И я, например, хотела, чтобы он закончил цветение. Я ему оборвала все бутоны. Он постоял, подумал, нарастил новые, что фокус никак не хочет прийти, куда нужно. И вот когда он нарастил новые, они действительно раскрылись гораздо крупнее. Гораздо. То есть он поднабрался сил, подумал и вот дал вот это крупное, хорошее цветение. Но я думаю, что он уже должен закончить, потому что кончик уже совсем на исходе. Поэтому, например, если вас раздражают мелкие цветы, то вы можете насильно дать растению отдохнуть, оборвав растущие сейчас бутоны и оставив самый-самый кончик, он нарастит цветы побольше. Вот тут будет та же история. Вот эти цветы крупные, последующие, могут становиться все мельче и мельче. Так, скорее всего, и будет. Так оно всегда бывает. Вот. Почему не отрезал цветонос? Есть у меня такой негативный опыт с отрезанием цветоносов и эквестерисов. Если он хочет свисти, он за разу вырастет новый цветонос и потратит на это еще больше сил, чем вот доращивая бутоны на старом. Поэтому это такая моя проверочка для них, хотят они свисти дальше или нет. Это обрывание вот так вот последних бутонов. И если новые бутоны не идут, значит, он готов отдыхать. При желании можно отрезать. Цветонос можно оставить, я предпочитаю оставлять. Но если он собирается и дальше радовать вас цветами, то ему, как говорится, ничего не помешает. Как бы вы не резали, что бы вы не делали, он вырастет еще один цветонос и еще. это заберет у него очень много сил, которые нужны растению для других процессов. Поэтому вот такой мой личный лайфхак. А на этом все уже. Боже, мы вообще-то 10 минут наговорила. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, заглядывайте в описание, там много интересных всяких ссылочек. Я теперь, кстати, есть на Патреон и там я буду чуть больше выкладывать именно о том, что я планирую делать, о чек-листах, которые я делаю, о книгах, которые я вот пишу и есть в планах писать и собираю материалы. Да, вот так вот. И о различных плюшках. В общем, это все там. А также в Инстаграм, Фейсбук заходите, пишите, смотрите, там всегда много фото, там есть отдельно статейки какие-то дополнительные, ссылочки и прочее, прочее, прочее. И на этом уже точно все. Всем солнечных дней, пышных цветений и пока-пока.